Продолжаем выпуск. Одна из китайских компаний планирует реализовать проект по строительству фармацевтического завода по производству препаратов крови и сети плазма-моноцентров с клиникодиагностической лаборатории. В Зонгиотинском районе Ташкентской области состоялась торжественная церемония символической закладки первого камня, фундамент нового производственного объекта. 100% потребность в препаратах крови, в препаратах плазмы. 12.12.22. Именно эта красивая дата стала стартовой точкой отсчета реализации проекта. Запуск данного инвестпроекта позволит полностью обеспечить потребность страны препаратами крови собственного производства на уровне мировых стандартов и по доступным ценам. На сегодняшний день в Узбекистане должным образом переработка плазмы крови не запущена. К сожалению, практически больше 90% препаратов, которые производятся из этой плазмы, мы на сегодняшний день импортируем за рубежа. Один маленький пример – это альбумин. На сегодняшний день мы в Узбекистане, можно сказать, обеспечиваем около 5% потребности. 95% к сожалению альбумины, например, мы импортируем за рубежа. Средняя цена этого препарата практически уже достигла 90 долларов. И если мы не будем реализовывать проекты такого масштаба, который мы сегодня начали реализоваться, то в ближайшем будущем Узбекистан окажется очень зависимым от таких видов препаратов. Строительство завода на территории Ташкент-фармапарк развернется именно здесь, на 5 гектарах. И окончательный срок сдачи данного значимого для медицинской отрасли объекта – 2026 год. Территория кластера полностью отвечает всем стандартам, необходимым требованиям для реализации крупных технологических проектов. Данный проект является подтверждением того, что была необходимость создания его, и в Узбекистане будут появляться такие предприятия. Предусматривается создание современной высокопроизводительной сетевой экспертной клиника диагностической лаборатории. В общем и в целом с вводом в эксплуатацию объекта будет создано около 700 новых рабочих мест. Почему актуальна эта проблема? Она на самом деле актуальна не только для Узбекистана. Я имею в виду вопрос, связанный с препаратами крови. Фактически для любой страны это вопрос национальной безопасности, потому что потребность в этих препаратах растет ежегодно во всем мире, потому что растет количество заболеваний, при которых эти препараты применяются. Узбекистан обладает достаточно большим потенциалом по сбору плазмы крови. Это связано с количеством населения, с компактностью проживания. Кстати, завод по выпуску препаратов крови будет одним из крупнейших в Центральной Азии, соответствующего мировым стандартам GMP по качеству и безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует...